Временно исполняющий полномочия главы Аргояжского муниципального района Игорь Ишимов вместе с сотрудниками полициями совершил рейд по базам отдыха и других рекреационных объектов на озерах Увельды и Акакуль. До 30 июня, насколько нам известно, все базы отдыха закрыты, но почему-то получается так, что некоторые санатории открыты и на пляжах яблоку негде упасть. И сегодня Игорь Викторович с нами на связи, и мы можем узнать, сколько же нарушений было выявлено за эти жаркие выходные на водоемах Аргояжского муниципального района. Игорь Викторович, доброе утро. Марина, Дмитрий, доброе утро. Действительно, наш район можно сказать уникальным, назвать уникальным, потому что у нас на территории находится 50 озер. И общее количество объектов рекреации на сегодняшний день насчитывается порядка 134. Поэтому невозможно было на выходных объехать и проверить все базы отдыха, санатории, здоровительные лагеря, детские лагеря. Но нами был совершен объезд, и проверки мы осуществили в 13 объектах. Это порядка 10% от общего количества объектов. Значит, к сожалению, не на всех объектах соблюдается режим повышенной готовности, соблюдается масочный режим, соблюдается социальная дистанция. Вот из 13 объектов, на которых мы побывали, в 5 объектах были отдыхающие. А вот какое наказание предусмотрено для тех баз отдыха, которые принимают все-таки посетители? Марина, ну вы все знаете, что в этом году новая статья КАП введена 20.6.1, которая предусматривает наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа. Вот на физических лиц штраф предусмотрен от 1 тысячи до 30 тысяч. А то, что касается должностных лиц, то там штраф уже до 50 тысяч. И что касается уже наложения штрафа на юридических лиц, там, значит, уже штраф варьирует от 100 и до 300. И хочу здесь еще небольшую оговорку сделать. В случае, если бездействиями или какими-то действиями, значит, вот этих юридических лиц, значит, повлечет за собой причинение здоровью наших людей, граждан, наших гостей, то здесь уже, конечно, штрафы в два раза больше. То, я так скажу, что на юридическое лицо штраф до миллиона рублей. Либо административное приостановление деятельности до 90 суток. Это серьезно. Игорь Викторович, а расскажите, как вы поступали с теми отдыхающими, которые, допустим, находились в палатке или, так сказать, отдыхали дикарями? Ну, совершенно верно. Дмитрий, есть такие люди, которые приезжают не на базу отдыха, не в санаторий, где сейчас деятельность, деятельность которых запрещена, а просто располагаются на наших берегах, озер. Здесь с нами принято решение в связи с тем, что 365-е распоряжение губернатора позволило ослабить, да, значит, режим повышенной готовности. Тем самым людям и гражданам можно находиться на свежем воздухе, какие-то спортивные прогулки, семейный какой-то отдых осуществлять. Поэтому при соблюдении, естественно, еще раз повторюсь, масочного режима, это маски, социальная дистанция. Естественно, мы таким людям никаких мер наказания пока не принимаем. Потому что это все-таки семейный отдых у нас на природе и на свежем воздухе разрешен, и разрешен группами не больше двух людей. А вот совсем недавно жительница деревни Акакуль пожаловалась на то, что на местном озере с одноименным названием источники питьевой воды поток туристов просто не контролируем. И как быть местным жителем в таком случае, потому что туристы все-таки они загрязняют воду? Марина, ну, к сожалению или к счастью, Акакуль это не наша территория. Но я вам сразу скажу, что у нас подобная ситуация, наверное, на всей Челябинской области прослеживается там, где есть у нас озера. Действительно, поток большой. Не все люди у нас дисциплинированные, не все люди сознательно ведут себя на природе, оставляют за собой мусор. Такую практику мы каждый год наблюдаем на территории Аргоярского муниципального района. Но что хочется сказать. Естественно, вот до этого года, когда случилась такая ситуация, мы после этих мероприятий привлекали добровольцев, привлекали наших школьников. У нас есть волонтеры победы. Мы после этого всегда наводили порядок сами. То есть местные власти, муниципальные власти совместно с волонтерами, совместно со школьниками. Но, естественно, вот хочется в этот год сказать, что раз у нас введен режим повышенной готовности, мы не можем привлекать сейчас ни школьников, ни волонтеров. Поэтому хочется обратиться просто к гражданам, чтобы они сознательно себя ввели на территории, особенно когда находятся у нас в гостях или на территории, допустим, деревни Акапуль, насколько мне известно. Это Каслинский, по-моему, район. Поэтому просто призываю всех любить природу, уважать себя, соседей, жителей, которые проживают на этой территории и никогда за собой не оставлять мусор, а всегда прибираться и любить нашу природу. Игорь Викторович, большое вам спасибо. Мы напомним с нами на прямой связи временно исполняющий полномочия главы Аргоярского муниципального района Игорь Ишимов.